всех приветствую с вами снова говорящие руки и сегодня у нас на обзорчике ножичек кизляр ирбис этот ножичек у меня уже довольно давно такой уже покоцанный я успел много поработать несколько раз разбирал много расточил и чтобы долго не тянуть нож мне нравится может мне нравится но у него есть один существенный неисправимый недостаток это термообработка стали если бы не это нож был бы отличным я бы советовал к покупке потому что все исправляется после нескольких переборок я там уже все фаски убрал все что надо сделать даже отверстие для темляка просверлил насечки какие-то ножом приятно пользоваться но заточку держит просто адово просто отвратительно кизляр это ужас какой-то сталь здесь 65 х 13 меня вот даже сохранился вот такой вот листочек по паспорт это у меня может 2010 года стали просто ли вообще здесь ни слова этом самом паспорте ирбис общая длина длина клинка до толщина клинка 3 3 плюс минус полтора миллиметра почему плюс минус полтора потому что делается из разных сталей разные конфигурации есть со спусками от обуха есть не от обуха так вот у меня 65 к просто жесть какая-то ужас при ужас я если два варианта есть точить на маленький угол там допустим 30 градусов и при этом постоянно его подтачивать но зато он хотя бы резать будет приемлемо или точить на топорный угол там 45 градусов 40 45 тогда он еще держит за точку более-менее но режет отвратительно производится к чему я показал что плюс-минус полтора миллиметра к тому что производится ножи из других стали из х12 мф например и может быть стоит ее взять но вот не знаю что ожидать от кизляра может там тоже самое просто жесть вы конечно можете сказать партия да не то еще что то но как бы чтобы вот ко мне ну типа как обзорщику ножей попал обязательно косячный нож это значит очень много косячных ножей чтобы ко мне вот именно попал косячный нож и я буду вам об этом рассказывать но вероятность конечно есть только косячная партия но я что-то в этом сомневаюсь судя по вызовам в интернете так в общем у меня обушок тоненький два с половиной миллиметра но это не дает совершенно никакой резучести ножу он режет как топор потому что у меня как раз такой сейчас вариант что лучше угол побольше но чтобы хоть как-то пользоваться ножом так вообще по дизайну нож такой прикольный в руке сидит вообще замечательно и дизайн такой симпатичный может если вот срезать вот этот тут эту штучку вот здесь то он еще более классный становится да так потому что она ну как бы типа как площадка под большой палец но без нее нож выглядит гораздо более таким стремительным но посмотрите вот на это как-то не не очень как бы а вот с этой стороны вообще жесть большой палец нормально так встает можно дремлером срезать если есть желание но тут можешь пенек увылиться так на клиночке здесь была какая-то обработка такой stone wash заполированный потом здесь были вот они под некоторым углом видны под некоторым не видны здесь были надписи вот например здесь под этим углом не видно здесь была надпись одной стороны китляр с другой ирбис отметки о том какая сталь здесь он даже камеру видно отметки о том какая сталь на этом ноже не было а вот просто какие-то дурацкие надписи я их стер меня не бесит ирбис и кизляр на фиг мне это надо на ноже на ноже вот спуске от обуха все в принципе сведено ровненько но вот составе вы косячили давайте по позитивным моментом на рукоятке орех все тут хорошо есть с рукоятками из эластрона из резины но по моему этот нож вообще не смотрится с резиновой рукояткой очень я бы не хотел иметь такой с резиновой рукояткой ну есть какая-то пропитка плашек завода плашки можно снять но я еще льняным маслом пропитал и вот он уже несколько лет с этим льняным маслом вообще отлично себя ведет можно открутить вот эти плашки здесь шестигранники ничего мне не слизалось винты хорошие утоплены немножко если снять плашки у нас здесь на я всего из двух сторон как бы винты на самом деле это обычная сегодня никакая здесь не дистанцирующая втулка модная обычная сегодня и если снять плашки то мы получим два вот этих лайнера заклепанных они вот здесь вот заклепаны и их не разобрать есть только не разбивать заклепки связи с этим сложным обработать ну исправить косяки кизляра внутри что и красиво все обработать там фаски снять это сложно все сделать но я даже ухитрился и выстрелил там лайнеры чтобы облегчить вес мой весит 100 грамм ну и опять же зависит от модели модели с разной толщиной клинка весят разумеется по разному с разными материалами рукоятей мой 100 грамм нормальный такой вес так кэр посмотрим на обработку поближе и вообще на нож поближе но может уже не узнать конечно я тут уже сам что-то поделал замок с выборкой лайнер лок замок очень удобный мне нравится отлично держит отлично к нему доступ но вот с обработкой они там чуть-чуть напортачили не очень хорошая обработка поверхности вот всех этих тут я насечку сам сделал внутри все отвратительно просто выглядело если кому вот интересно про это посмотреть что внутри у него но я могу показать шайбы фторопластовые пара штук с каждой стороны то у меня есть видос про это там надолго всякая аналитика рассуждения разборки модификации вот насечки какие-то все напиливаю видос в общем есть ссылку в описании оставлю ну и в конце ролика вставлю можно перейти будет если кто не видел так в общем обработка конечно не очень хорошая всех поверхностей вообще всего ножа но это можно исправить сталь неисправима открывать нож приятно за шпенек раз и все кто-то говорит он гладкий но если вот так вот открывать то не очень удобно если открывать таким вот образом вообще идеальный шпенек просто офигенный расположен то что надо что вот здесь вот на него нажать и открыть нож идеально и рывком он открывается и сейчас тут у меня он так сделан что люфтов почти нету никаких и клин стоит по центру более-менее и вот этим я доволен почему я сделал отверстие для темляка потому что клипсы тут нету может быть чёток изля там уже намутил придумал вербиться с клипсы но тут клипсы нету носить можно либо в кармане где торчит темляк либо вот в чехле темляк этот это мой любимый темляк тоже на канале есть видос про рекламирую темляк такой с поворотом очень прикольный и его можно снять и куда-то еще повесить тоже давайте в описании оставлю ссылку на темляк так принципе наверно все я больше нечего сказать по этому ножу нож хорош и форма хорошая эргономика хорошая ну вот может мне дома его попробовать закалить может что-то да и выйдет ладно переходите кому интересно на разборку там на кишочке мельком взгляните этого ножа ну а сейчас всех благодарю за просмотр увидимся в следующих видео